Отголоски реформы на местах школы так реорганизовывают, что на учебу детям приходится ехать десятки километров по разбитым дорогам. Подобный пример мы нашли в Одесской области. Подробнее мои коллеги. Белгороднестровский район. Два года назад сразу девять сел объединились в одну громаду. А вслед за этим местные депутаты решили оптимизировать школы. В селе Широкая теперь не просто школа, а опорный учебный комплекс для детей с первого по одиннадцатый класс. Школу в соседнем селе разжаловали до девятого класса, а в остальных осталось лишь начальное обучение. Все это для улучшения качества образования. Теперь в опорную школу и обратно подростки из близлежащих сел ездят на вот таких автобусах за 12-15 километров по разбитым дорогам. Уже почти год родители школьников и педагоги пишут письма в разные инстанции. Люди не понимают, зачем было закрывать классы вместо того, чтобы развивать сельские школы. Почему они должны каждого дня, особенно в зиму, стоять годинами на зупинце, мерзнуть? Почему они должны приезжать в 16-17 часов вечера и стомлены, голодны? Двухэтажный автобус. Там, не дай бог, где-то его снесет по этому болоту. Там 40 человек едет в автобусе детей. Глава объединенной громады считает, что проблема надумана, а людей на протест подбивают учителя, лишившиеся рабочих мест. И утверждает, дескать, и дороги в порядке, и автобусы оперативно курсируют по маршруту. Заканчивается последний урок, в течение полчаса идти дома. Это же не то, что их еще везут 2 часа непонятно куда. 12 километров дороги, комфортабельным автобусом. Сами дети, говорят, уже привыкли, но в целом от таких нововведений не в восторге. Часть местных жителей, между тем, продолжает настаивать на том, что оптимизация школ была проведена незаконно, без учета мнения селян. Люди требуют, чтобы в район приехали чиновники Министерства образования и лично оценили результат реформы. В противном случае грозят перекрытием дорог. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область.